Уровень заболеваемости и коронавирусной инфекции по-прежнему высок. На Ямале по состоянию на 15 ноября плюс 145 случаев. Эпидемиологи объясняют ситуацию тем, что многие люди прививались еще в начале года и у них уже прошел период, в течение которого иммунитет максимально противостоит вирусу. Поэтому мы говорим о важности повторной вакцинации спустя 6 месяцев. Мы видим, что сейчас в режиме пид-неблагополучия необходимо, конечно же, вакцинироваться каждые полгода. Врачи отмечают, в сравнении с предыдущими волнами эпидемии, сейчас наблюдается изменение в структуре заболевших. Как правило, это сейчас более молодые люди. Связано это, конечно же, с появлением новых штаммов вируса, с его изменчивостью. С целью профилактики заболеваемости новыми штаммами, конечно же, необходимо вакцинироваться. Медики и власти на всех уровнях говорят, вакцинация и ревакцинация – единственный способ остановить пандемию и, самое главное, для граждан – сохранить здоровье. В разных странах предпринимают различные меры для того, чтобы стимулировать людей позаботиться об иммунитете от ковида. В Китае, стране, где были выявлены первые случаи коронавируса, QR-коды для привитых заработали еще в 2020 году. В Нью-Йорке, например, без сертификата о вакцинации человека старше 12 лет не пустят во внутренние помещения общепита, в кино, театры, концертные залы, фитнес-центры и другие места. В Австрии с 15 ноября на 10 дней ввели локдаун для непривитых от коронавируса. Тем, кто не сделал прививку, запретили выходить из дома без серьезных оснований. Как пишет РБК, в Сингапуре с 8 ноября объявили, что бесплатная медицина будет доступна только вакцинированным, так как граждане, которые сознательно не хотят прививаться, создают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Конечно, это уже очень жесткие меры, и на самом деле каждому человеку должно прийти собственное понимание, что болезнь может остановить только коллективный иммунитет. Сделав прививку, вы защитите себя и своих близких.